В Алтайском крае открыли первую школу для родителей детей с эпилепсией. Занятия будут проходить раз в месяц. Специалисты центра научат оказывать первую помощь при приступе, вести дневник пациента, дадут рекомендации по лечению и образу жизни страдающих эпилепсией. У нас в гостях заведующее отделением психоневрологии детей Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства Анна Галенко. И мы сегодня говорим о том, как помочь детям больным эпилепсией. Анна Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, необходимость открытия такой, казалось бы, громкое слово школы, да, продиктована тем, что число больных детей увеличилось или нет? Да. А в связи с чем? Количество детей в Алтайском крае, страдающих данным недугом, порядка трех тысяч. Это много? Это много. А почему стало детей больше таких больных? Ну, по разным причинам. Это и родовые травмы, и какие-то инфекционные заболевания, которые ребенок переносит. Наследственность тоже достаточно такой мощный фактор. Генетические поломки сейчас тоже являются одним из факторов заболевания. Но все-таки эпилепсия – это больше врожденное заболевание или приобретенное тоже может быть? Так нельзя сказать. Это и врожденное, и какой-то процент, какая-то доля – это врожденные заболевания, но есть и приобретенные, например, посттравматические. Если человек перенес травму, и спустя какое-то время, уже в отдаленном периоде у него случаются эпилептические припадки, то это может быть как последствия перенесенной черепно-мозговой травмой. А вот что должно стать сигналом для родителей, если все-таки это мы говорим сейчас о приобретенном, о том, что развивается? Что должно стать сигналом для того, чтобы обратиться к специалистам, что с ребенком что-то происходит не так? Приступы… Вот описано более 40 видов эпилепсий, а приступов еще больше. В зависимости от того, где возникает очаг гипервозбудимости, где не так работает кора головного мозга, а у нас это и лобная, и теменная, и височная доли. И картина клиническая приступа зависит именно от этого. И нельзя сказать, что вот как в кино показывают, да, классический эпилептический припадок, когда человек дугой выгибается, у него тоническое напряжение, пена изо рта. Да, это эпилептический припадок, но это один из. Есть приступы, которые достаточно сложно расценить, особенно у маленького пациента. У нас есть дети, которые страдают эпилепсией уже в первые месяцы и даже в первые дни от рождения, и родители говорят, да это пугается ребенок. А вот эти вот вздрагивания, серийные вздрагивания, которые видит специалист, это может быть проявление тяжелого недуга эпилептической, младенческой энцефалопатии. Либо если мы возьмем, допустим, дошкольный возраст или младший школьный возраст, когда ребенок задумывается, на несколько секунд отключается и затем дальше продолжает свою деятельность, это абсансная эпилепсия. Это тоже приступы. Вот вы сейчас говорите, я думаю, как любая мама реагирует и начинает что-то искать и переносить на себя и на своих детей. Как часто и к какому специалисту нужно обращаться, чтобы исключать какие-то страшные истории? В первую очередь нужно обратиться к неврологу. Если что-то насторожило в поведении ребенка, либо вот какие-то непонятные пароксизмальные расстройства, в первую очередь нужно маме обратиться к неврологу. А невролог уже определит необходимый перечень диагностических исследований, что нужно провести для того, чтобы подтвердить, либо не подтвердить этот диагноз. Это приговор? Нет. Нет. На сегодняшний день достаточно высокий уровень диагностики и достаточно большой спектр противосудорожных препаратов. То есть каждый год на рынке появляются в спектре противосудорожной терапии новые препараты. Поэтому это не приговор. Это лечится? Это лечится. Порядка 70% популяции эпилепсий. Это касается и взрослых, и детей. Излечимы. Но чем хорош детский возраст, что есть большая доля эпилепсий, так называемых возраст-зависимых. Когда ребенок заболевает эпилепсией в детском возрасте и к подростковому возрасту, он излечивается. Некоторые формы, при этом можно даже медикаментозно не лечить, если эти приступы не сопряжены с риском для жизни. Просто наблюдать. Но это все индивидуально, это решается на уровне врач-пациент. Но в целом, в детском возрасте есть такие заболевания, состояния эпилепсии, формы эпилепсии, которые доброкачественные. Анатольевна, а чему учите родителей, как с этим жить? Понятно, что и психологическая подготовка, безусловно, должна быть. Как помочь ребенку, если, не дай бог, у него приступ? На первом занятии мы и открыли эту школу, потому что таких пациентов становится все больше. Очень часто родители задают вопросы, помимо медикаментозного сопровождения, то, что касается лечения. И очень много бытовых вопросов, связанных, говорить ли о том, что заболевание есть в детском саду или в школе. Говорить или нет? Говорить. Говорить, чтобы к этому были готовы. Вносить ли какие-то ограничения в повседневную жизнь ребенка? Ограничивать ли в спорте? Может ли ребенок посещать вообще детский сад или школу? Может ли? Это в зависимости от формы. При тяжелых, конечно, нет. Поэтому на занятиях в школе эпилепсии мы обсуждаем именно такие вопросы. Как принимать препараты? С чем лучше? Время приема? Как вести дневник пациента? Потому что это тоже очень важно. И приступы нужно фиксировать. И для того, чтобы был наиболее эффективный подход к терапии и обратная связь, очень важно их зафиксировать, чтобы мама вела. Мама или кто близкий с ребенком занимается. Это дневник пациента. Сейчас достаточно много. Это можно и на бумажном носителе. Есть приложения в смартфонах. И мы как раз на школе отрабатываем вот такие повседневные вопросы. Как попасть на ваши уроки и как часто они проводятся? Ну, школу мы открыли в 2019 году. То есть первое занятие провели в январе, в конце января. На базе нашего центра. Я думаю, что сейчас больше будет информированности и больше будет обращений. Спасибо вам за беседу, за то дело, которому вы посвящаете свою жизнь. Будем надеяться, что здоровых детей будет больше. Спасибо. Мы сегодня беседовали с Анной Галенко, заведующей отделением психоневрологии детей Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства. Будьте здоровы. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok